добрый день дорогие друзья у нас с вами начинается урок русского языка скажите пожалуйста меня видно и слышно напишите в чате отлично тогда мы начнем как всегда с проверки домашнего задания по прошлой теме прошлая тема у нас была напомню правописание имен существительных и вот первое задание было довольно простым нужно было выбрать заполнить пропуски выборов нужный суффикс чик или щик напомню что буква ч в суффиксе чик у нас идет мы ее выбираем случае если основа который присоединяется этот суффикс заканчивается на одну из букв з с ж все эти буквы у нас встречаются во фразе я тоже здесь да т ж з с д и заполнить нужно было следующим образом посмотрите как это выглядеть должно у вас в записях да голубым цветом я выглядела но выделила нужную букву ч или щи вторая часть этого же задания на суффикс ек или ик да если при изменении формы слова гласная остается значит это гласная и если гласная пропадает или убегает тогда это гласная буква е только она может быть беглой да я заметила позже опечатку в этом задании у вас было написано порожочек да конечно это пирожочек здесь нужно было вставить буковку е потому что нет порож порожечка да пропадает эта буковка е но если вы подумали что это порожек то тоже самое порожечка да тоже здесь будет буковка е второе задание заключалось в том что нужно образовать от предложенных слов существительное обозначающие какое-либо лицо по профессии да например от слова баня это слово будет банщик бетон бетонщик гонщик вот если вы знаете такой популярный мультик щенячий патруль да там почему-то вследствие какой-то непонятной ошибки одного из персонажей зовут именно гонщик но это неправильное словообразование конечно же здесь требуется суффикс щ потому что основа заканчивается на н гонщик да и ч здесь неуместно конечно же рассказчик перевозчик грузчик войщик переводчик улетчик шифровщик и так далее но если вам встретились какие-то незнакомые слова да как кровище к примеру вы уточняли в прошлый раз то следовало уточнить значение по любому толковому словарю второе точнее третье задание было несколько сложнее да здесь нужно было определить тип склонения падеж всех существительных словосочетаний и в зависимости от нужного падежа заполнить пропуске точнее не пропуске а поставить существительное в нужную форму и правильно его записать томится в неволе неволя заканчивается на я поэтому это первое склонение и томится в ком в чем в неволе мы задаем вопрос предложенного падежа и ставим в окончании е потому что проверяем например землей да и листиной томится в земле неволе там четко слышим буквку е в окончании она ударная и поэтому те орфограмма в окончании мы ставим буковку е точно также точно также следовало поступить с каждым из предложенных существительных обратите внимание пока сопоставляете свои ответы с правильными что нужно было разобрать также не только слова стоящие в скобках потому что в этих словосочетаниях встречались и существительные падеж которых и форма которых была изначально определена ну например вот словосочетание слуха поражение слух это существительное второго склонения с нулевым окончанием поэтому мы относим его ко второму склонению и обозначаем окончание нулевое да 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 про гончика вижу ваши комментарии ну во первых без мягкого знака пишется с буковкой ща аниша гончик от английского чей чей именно так его звали в первоначальной версии да в непереводной там конечно не о породе собаке идет речь да он больше похож на овчарку чем на гончую но чейс как некий преследователь да тот кто догоняет и переводчики вот подобрали адекватный на мой взгляд перевод этого слова гончик да тот кто догоняет тоже или преследует но почему-то неправильно выбрали суффикс в этом слове потому что правильно было бы его обозначение как гонщик потому что основа оканчивается на н вернемся к заданию номер три еще что вас должно было не должно было смутить это словосочетание идти по проторенному пути путь как и 10 существительных намя относятся к разно склоняемому и несмотря на дательные падеж да здесь буковка и буковка и потому что парадигма окончаний несколько отличается от стандартных окончаний других склонений и словосочетание тяготиться своим бременем тоже бремя разно склоняемое существительное в остальных сверху пожалуйста вашу работу с моей я думаю что в остальных случаях особых сложностей не было падеж напомню мы определяем не по окончанию а по вопросу который мы задаем к данному слову а падежные окончания в разных падежах могут совпадать например там стене думаю о стене и там и там буковка е но падежи разные потому что разные вопросы ну и перейдем к нашей сегодняшней теме это имя существительное как часть речи конечно так минуточку не туда ушла вот имя прилагательное думаю многое из того что и из того о чем я сегодня будет говорить вам уже хорошо известно это отчасти материал начальной школы пятого класса но и надеюсь что новое тоже для вас сегодня встретиться и так имя прилагательное это самостоятельная часть речи указывающая на признак предмета признак предмета и отвечает на вопрос какой или какая какое какие да в остальных родах и числах каков это тоже вопрос прилагательного или чей каков или чей каков это вопрос который мы будем задавать кратким прилагательным ну например человек красив и вопрос тогда будет соответственно вопрос каков чей это вопрос притяжательным местоимея прилагательным ну например чей домик домик бабушкин да или лисья нора это тоже будут прилагательные прилагательное полностью зависит от существительного и поэтому согласуется вроде числе и падежей именно с именем существительным и с местоимением да в предложении прилагательное чаще всего выступает в роли определения потому что характеризует по какому-либо качеству существительное но может и выступать в роли сказуемого отдельного сказуемого либо составе именного сказуемого но синтаксис мы чуть попозже возьмем заранее чуть забегаю вперед краткое прилагательное всегда будет в роли сказуемого если вы встретили в каком-либо предложении краткое прилагательное можете не сомневаться и обозначать его как сказуемое какие же морфологические признаки отличают эту часть речи от всех других частей речи ну как и всегда как в любой другой части речи у прилагательного есть постоянные морфологические признаки и не постоянные постоянные то есть они не зависят от контекста это разряд по значению лексическое значение да здесь имеется ввиду степень сравнения может быть у прилагательных полная или краткая форма у качественных и к непостоянным признакам можно отнести род число и падеж давайте теперь подробнее по этим признакам пройдемся разделяют несколько разрядов прилагательных по значению их всего три этих разряда качественные относительные и притяжательные но самый распространенный тип прилагательных это прилагательные якественные качественные прилагательные обозначают собственно качество какого-либо предмета да вот в принципе какое либо качество и признак может выражать не только часть речи Если мы возьмем такие существительные, как, например, белизна или краснота или упрямство, вы понимаете, что это, учитывая морфологические признаки, эти слова будут относиться к имени существительному. Но отличие прилагательных в том, что признаки, которые они называют, обязательно относятся к какому-либо предмету, например, красный платок, белые цветы и так далее. Так вот, качественные прилагательные обозначают непосредственно качество какого-либо предмета, которое может быть в той или иной степени выражено в предмете. Самые распространенные значения качественных – это оценка, плохой, хороший, добрый, злой и так далее. Это размер, разнообразные параметры, здесь учитывается высокий, глубокий, низкий, длинный и так далее. Также могут обозначать качественный вес, запах, температуру, могут даже признак какой-либо отглагольный обозначать. В общем, значение этих множество и роднит их только то, что это обязательно какое-то качество, которое может быть проявлено в этом признаке в большей или меньшей степени. Следующий разряд прилагательных – это относительные прилагательные. Относительные прилагательные выражают отношение одного предмета к другому. Может тоже выражать несколько параметров, назовем их так. Например, материал какой-то кожаный, деревянный, стеклянный, железный. Отношение здесь можно заменить словосочетанием. Допустим, кожаная сумка – сумка из кожи. Деревянный предмет – предмет из дерева. Можно заменить словосочетание, не прилагательное с существительным, на два существительных с предлогом. Также назначения могут выражать относительные, например, письменный стол, стол для письма. Еще они обозначают время, место, некий количественный компонент, например, двухлетний, пятиэтажный, трехтомный и так далее. И третий разряд притяжательных – это прилагательные, которые выражают принадлежность к какому-либо лицу. Чаще всего это либо человек, либо животные. Притяжательные – легче всего определить разряд. Эти прилагательные отвечают на вопрос «чей?». Чей? И образуются с помощью определенных суффиксов. Например, посмотрите на словосочетание «олений». «Ий» очень похоже на окончание других прилагательных в мужском роде. Но если мы начнем менять эту форму «олений», «олень его», «олень ему» и так далее, то вот этот ютированный звук «е», который во всех формах остается, говорит нам о том, что «и» в начальной форме «олений» как раз-таки не окончание, а суффикс, типичный суффикс притяжательных, прилагательных. Обычно сложность состоит в том, в определении разряда прилагательных качественное либо относительное, потому что, собственно, все прилагательные обозначают какое-либо качество. Например, «гордый человек» вполне можно сказать, что это прилагательное, которое имеет отношение к гордости. Но это будет все же качественное прилагательное, потому что можно, например, образовать краткую форму «горд», «человек горд». А вот краткая форма, она характерна только для качественных прилагательных. Но мы чуть попозже еще вернемся к этой теме. Я дам вам несколько признаков прилагательных, которые помогут нам выявить, определить разряд прилагательного и убедиться в том, что оно качественное, а не относительное. Бывает так, что одно и то же прилагательное в каком-то контексте может переходить из одного разряда в другой. Чаще всего это происходит в том случае, если слово приобретает какое-либо переносное значение. Ну вот посмотрите на приведенные примеры «медвежья берлога». Понятно, что первоначальное значение «берлога медведя» будет относиться к разряду притяжательных прилагательных. «Медвежья», то есть «чья берлога». «Берлога медведя» – это притяжательное. Но если мы используем это прилагательное, например, в предложении «медвежья шуба» очень подошла к какому-нибудь человеку. Так вот, «медвежья шуба» – это шуба, уже не принадлежащая медведю. Это шуба, сшитая из шкуры медведя. «Шуба из медведя» – это уже отношение одного слова к другому. И поэтому в данном случае «медвежий» будет относительным прилагателем. И еще один вариант во фразеологизме «медвежья услуга» обозначает это выражение «неуместная, непрошенная, бесполезная помощь». «Медвежья услуга». Нельзя сказать, что это услуга медведя. Нельзя сказать, что это услуга из медведя или от медведя. Это переносное значение, и обозначает оно услугу бесполезную, ненужную. Поэтому мы относим это прилагательным в данном случае к качественным прилагательным. То же самое в двух других примерах. На самом деле их, конечно же, огромное количество. Посмотрите на прилагательное «каменный». Если оно имеет отношение к дому, дом из камня, тогда оно относительное. А если мы так говорим о человеке, у него каменное сердце, то мы имеем в виду его бесчувственность, его твердость, его характера. И каменное сердце будет уже прилагательное, качественное. Ну и самый простой пример, очевидный. Золотой браслет – это браслет из золота, относительное, прилагательное. И золотые руки или золотое сердце, опять же, да, это переносное значение. Так мы говорим об умелом, искусном человеке, о его умениях. Золотой здесь будет переносное, и поэтому качественное значение. Будьте внимательны в контексте. Нужно здесь разбирать, что же в данном именно предложении будет выражать то или иное прилагательное. Теперь мы остановимся на более подробных характеристиках качественных прилагательных. Только качественные прилагательные будут иметь постоянные признаки, которые мы уже обозначили, да, это полная и краткая форма и степень сравнения. Так вот, что мы имеем в виду, когда говорим о полных или кратких формах прилагательных? Все здесь довольно просто. Краткие окончания, они как бы просто откидывают окончания полных. Например, в слове «красивый», да, краткая форма будет «красив». Мы просто убрали окончание. Не всегда так будет образовываться краткое прилагательное, но чаще всего. Итак, полные прилагательные отвечают на вопросы «какой», «какая», «какое» или «какие». Краткие, в свою очередь, отвечают на вопрос «каков», «какова», «каково» и «каковы». Полные прилагательные изменяются по родам, числам и падежам, то есть склоняются, да. Краткие же могут изменяться только по родам и числам. Они всегда будут в именительном падеже. Ну, сравните. Девушка красива. Нет, девушки красивой. Да, здесь уже полная форма появляется. Далее. В предложении, как я уже сказала, если полная форма обычно является определением, какому-либо существительному, да, выполняет роль определение, то если вы встретили в предложении краткое прилагательное, то оно всегда, в любом случае, будет сказуемым. Подчеркивается двумя. Вижу вопрос, серебряные к чему относятся. Ну, первоначально, конечно, серебряные, например, серебряные серьги – это относительное прилагательное, потому что сделано из серебра. Серебряная брошка, например, серебряное кольцо. А вот если мы говорим о переносном значении, например, серебряная книга сказок или серебряный век, то это прилагательное будет в подобных контекстах выступать в качестве качественного прилагательного, извините за тавтологию. Снежный, конечно, тоже относительное, переносного здесь значения уже, наверное, не будет. Например, снежная зима, зима, в которой большое количество, много снега. Каменный из камня, а вот каменное сердце, как я уже приводила пример, это будет качественное, конечно же. Так вот, полные и краткие формы, я думаю, вам будет всегда легко выделять. Анастасия Бернате пишет, качественному прилагательному можно подставить слово «очень». Это правда? Да, это правда. Действительно, одним из признаков качественных прилагательных является то, что с ними можно употреблять наречия, ну, такие наречия, как «очень», «слишком», «весьма» и так далее. Ведь нельзя быть, скажем, весьма деревянным, а весьма умным человеком быть вполне можно, или «очень умным», или «не очень умным». Да, это один из признаков, по которым можно определить качественное прилагательное. Спасибо за вопрос, Анастасия. Это полезное замечание, но мы к нему еще чуть позже вернемся. Так вот, особенность кратких прилагательных в том заключается, что на письме мягким знаком здесь обозначать нечего. Если прилагательное оканчивается на шипящий, мягкий знак в конце не пишется. Запомните, пожалуйста, это правило, оно очень часто пригождается. День хорош, суп горяч, букет пахуч, хлеб свеж, во всех этих случаях мягкий знак не нужен. Мягкий знак никогда не пишется. Ну и перейдем к степени сравнения прилагательных. Этот морфологический признак тоже свойственен только качественным прилагательным. У качеств может быть степень проявленности этого качества. Качество, степень проявленности этого качества. Всего степеней сравнения мы выделяем две. Сравнительное или превосходное. Если у прилагательного в предложении степень сравнения не проявлена никогда, то есть это обычное прилагательное, красивый, добрый, умный, то мы в морфологическом разборе вообще обходим стороной степень сравнения, указываем ее только в случае, если она проявлена у прилагательного. Итак, степени сравнения бывают две. Начнем со сравнительной. Сравнительная степень проявляется в случае, если данное качество сопоставляется с подобными. Если по этому признаку сравниваются какие-либо предметы. Например, это платье красивее другого. Или, например, та дорога длиннее этой. Когда мы два предмета сопоставляем и, соответственно, их признаки по какому-либо признаку сопоставляем, то нам пригождается сравнительная степень прилагательного. Она бывает простой и составной. Простая форма – это одно слово с рядом суффиксов, с помощью которых образовывается сравнительная степень. И бывает сравнительная составная степень. Она образуется при помощи некоторых суффиксов и словами «более» или «менее». Например, это платье более длинное или менее затратное какое-либо действие. Простая, значит, одно слово составная, «более» или «менее» добавляется к признаку. Признаки, точнее, суффиксы, с помощью которых образуется сравнительная степень «ее» или варианты этого же суффикса «ей», «е» или «ше». Примеры, посмотрите. Спокойный – спокойнее. Тонкий – тоньше. Длинный – длиннее. Чаще всего суффикс «ей» используется в просторечных формах. Например, «красивее», «красивей». «Красивей» – слово приобретает уже такой несколько просторечный оттенок. И в этом, кстати, прилагательном всегда ударение на второй слог. «Красивее» ни в коем случае не «красивее». Это ошибочно будет, ошибочным произношением отклоняющихся от орфоэпических норм. Ну и примеры составной формы – более широкий, менее глубокий и так далее. Здесь просто прибавляется «более» или «менее», а прилагательное остается в той же форме, в которой и был. Превосходная степень прилагательных требуется нам в том случае, если мы выделяем какой-то предмет по его признаку среди прочих предметов, как такой, в котором какое-то качество проявлено в большей степени, чем в остальных. То есть предмет превосходит остальные предметы по какому-либо признаку. Например, это глубочайшее озеро в регионе. Или величайший, или умнейший и так далее. То есть самый умный, самый глубокий. Превосходная форма тоже бывает простой. Образуется она с помощью суффиксов – еш и айш. Или составной. Составная форма превосходной степени образуется при помощи слов «самый широкий» или «наиболее востребованный», к примеру. Широкий, самый широкий. Пример. Очень частая ошибка, очень частая грамматическая ошибка встречается в случаях, когда люди путают и для образования какого-либо слова, словосочетания используют обе формы. Извините, пока вернемся к этому суффиксу. Нельзя сказать, например, «самый глубочайший». Можем использовать либо простую форму с помощью суффикса, например, «глубочайший», «спокойнейший». И нельзя при этом добавлять вспомогательные слова, которые образуют составную степень сравнения. Нельзя быть более спокойнее. Этот ребенок более спокойнее другого. Это будет, конечно же, неправильная форма. Мы либо используем простую с помощью суффикса, указанных, либо составную форму со словами «более-менее» или в превосходной степени «самый наиболее». Таких ошибок не допускайте. Еще одной особенностью является образование степеней сравнения у некоторых слов при помощи другого корня. Это явление называется суплетивизм, да, суплетивные формы. Например, в словах, фактически это единственные слова, для образования сравнительной степени которых используется другой корень. «Хороший» – степень сравнения у этого прилагательного будет лучше, «плохой» – хуже, «маленький» – меньше. Но вы с этим явлением на самом деле встречались и в существительных. Например, «ребенок» – единственное число, а множественное число – дети, «человек», «люди». Подобные формы встречаются и в прилагательных, пусть они вас не смущают. Лучше – это сравнительная степень прилагательного «хороший», «хуже» – «плохой» и так далее. Сейчас мы как раз и попытаемся уложить в нашем сознании то, по каким признакам определяются именно качественные прилагательные. Их большинство в языке. Как нам определить, что перед нами именно качественное прилагательное, а не относительное? Ну, с притяжательными проблем возникает гораздо меньше. Я вижу то, что вы как раз отчасти с материалом уже знакомы. И да, признаки, которые нам помогут в определении именно качественных прилагательных – это следующие. Их я выделила семь. Это самые часто пригождающиеся признаки, которые нам помогают. На самом же деле, не все они будут в каждом конкретном случае подходить нам. Итак, первый признак, который характерен только для качественных прилагательных и не может встречаться у относительных – это образование степеней сравнения. Грубее, меньше, умнее и так далее. Нельзя сказать, что один дом деревяннее другого. Или одно оружие железнее другого. Такого, конечно же, такое не придет вам даже в голову. Поэтому, если вы не можете образовать степень сравнения от качественного, значит, перед вами, скорее всего, прилагательные именно качественные. Следующий признак – краткая форма. Это тоже яркий признак качественных прилагательных. Нельзя сказать о чем-либо, что он, скажем, сосуд глинян. Сосуд глиняный всегда. А вот человек можно, скажем, признак качества какого-то человека, можно вполне использовать в краткой форме. Человек молод, голос тонок, пейзаж красив и так далее. Если можно образовать краткую форму, тоже перед нами качественные. Далее, третий признак, о котором мы как раз уже упоминали. Если мы можем подставить наречия очень, крайне, чрезвычайно и другие наречия, похожие, то, вероятнее всего, качественные перед нами. Очень тяжелый, совсем грустный, крайне занятой человек и так далее. Следующий признак, который тоже вам может помочь, о нем вы тоже, кажется, уже упоминали, это возможность образовать от данного слова синонимы или антонимы. Или к качественному можно добавить приставку «не». Приставка «не», то есть она будет писаться слитно с этим прилагательным. Если это возможно, то перед вами качественные. Веселый, синониму к нему радостный, смешливый, счастливый и так далее. Тоже яркий признак. Веселый, грустный антонимы. Или веселый, невеселый. Невеселый, то есть грустный. Вот мы в следующий раз с вами будем говорить о правописании прилагательных. И в том числе будем разбирать правила слитного и раздельного написания «не» с прилагательными. Так вот «не» с прилагательными может писаться слитно, только если перед нами качественное прилагательное. Не деревянный написать ни в каком случае нельзя. Только раздельно, потому что это относительное прилагательное из дерева. Далее. Следующий признак, который вам может пригодиться, это то, что от данных прилагательных могут образовываться наречия при помощи суффиксов «о» или «е». Слабый – слабо, певучий – певуче, красиво, хорошо и так далее. Железно, деревянно. Кстати, железно можно сказать железно, но это тоже уже будет переносное значение. Например, от железный характер. Тут можно будет именно образовать наречие от качественного прилагательного. Качественные, прилагательные. Не «идти» правильно, конечно, потому что «идти» – это глагол, а «не» с глаголами – это очень простое правило, всегда пишется раздельно. Также от качественных прилагательных образуются прилагательные суффиксами субъективной оценки. Например, с суффиксом «уменьшительно-ласкательный». Хитрый, хитренький, умненький, добренький – все это приемлемые формы. А вот «деревянненький» или какой-нибудь, пусть будет этот же «железненький» звучит как-то уже не очень хорошо. И мы можем разве что для какой-либо стилистической необходимости, например, в художественном тексте использовать их. И понятно, что это будет отклонение от привычной нам нормы. Или наоборот, суффикс с увеличительным значением «длинный», «длиннющий». И качественные прилагательные могут, и только качественные могут образовывать сложные слова путем повтора их корня. «Черный-черный день» или «забавный-призабавный», или «долгий-предолгий». «Деревянный-деревянный» – это не будет очень хорошим примером. Скажу сразу, что не все прилагательные и качественные будут обладать подобными признаками. Если, например, перед нами качественное прилагательное, которое будет обозначать цвет, например, синий, то не все из перечисленных признаков будут к нему относиться. Не будут к нему относиться. Например, какое мы можем подобрать антоним или синоним к слову «синий». Не во всех, к сожалению, прилагательных качественных эти признаки можно обнаружить, но и запоминать их, кстати, вам все необязательно. Достаточно, например, использовать для уточнения своей версии, допустим, степень сравнения «глубокий-глубже» или краткую форму. Если что-то из этого подходит, значит, перед вами, скорее всего, прилагательное и качественное. Далее, посмотрите, пожалуйста, как мы делаем морфологический разбор прилагательного. Это же задание будет у вас на дом. В предложении сделать морфологический разбор прилагательных. Итак, он стандартный, как и в другой части речи. Здесь пять пунктов. Часть речи прилагательная. Вопрос, который мы задаем к этому прилагательному, исходя из контекста. То есть, если, скажем, у вас прилагательное в предложном падеже, то вы и задаете вопрос предложного падежа. О каком, например, предмете. Общее значение у всех прилагательных – это признак. Начальная форма всех прилагательных, именительный падеж, единственное число, мужской род и полная форма для качественных. Постоянные признаки – это разряд прилагательных, качественное, относительное или притяжательное. Непостоянные будут отличаться у разных разрядов. Только у качественных мы указываем степень сравнения, если она есть, и указываем в краткой оно или в полной форме. Это обязательно. То есть, если перед вами полная форма, скажем, красивый ребенок, то мы указываем, даже если краткой формой здесь не используется. И у всех остальных прилагательных, в том числе и у качественных, падеж, число и род. И синтаксическая роль в предложении. Покажу вам пару примеров, разберем их, а дома вы потренируетесь на другом предложении. Итак, я взяла строчку из Лермонтова. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. Здесь два прилагательных – светлей и золотой. Светлей – это прилагательная, отвечает на вопрос «какова?» Посмотрите, струя какова струя светлей лазури. Обозначает признак. Начальная форма – светлый. Мужской род – единственное число, полная форма. Именительный падеж. Это качественная прилагательная, потому что, например, можно образовать краткую форму. Светел или, можно сказать, в сравнительной степени светлее. Светлейший и так далее. Из непостоянных признаков сравнительная степень. Вы видите вот этот суффикс «е» – здесь несколько устаревшая форма. Сегодня мы бы сказали этот день светлее или струя светлее лазури. И синтаксическая роль – струя какова струя светлей лазури. Это будет сказуемая, потому что это главная мысль, которую в первой части этого сложного предложения обозначена. Это основная мысль. Струя какова она светлей лазури. Второе прилагательное в этом предложении – луч солнца золотой. Это тоже прилагательное. Отвечает на вопрос, какой обозначает признак. Начальная форма – золотой. Это тоже качественная. Почему качественная? Потому что в переносном значении. Это луч солнца не из золота состоит, а он золотой, он по цвету напоминает этот металл. Поскольку переносное значение перед нами, мы обозначаем разряд этого прилагательного как качественное. Это прилагательное в полной форме. именительный падеж, единственное число – мужской род. В этом предложении отвечает на вопрос, какой, и является определением, подчеркивается волнистой чертой. Это односоставное предложение. Вот вторая часть. Потому что упущено здесь сказуемое «есть». Луч солнца над ним есть или существует, или находится. Это односоставное. Здесь только подлежащее слово «луч». Ну и перейдем к домашнему заданию. Пожалуйста, в этом предложении найдите все прилагательные и сделайте для них морфологический разбор каждого из них. Вот, пожалуйста, план морфологического разбора перед вами. Можете делать скриншот или сфотографировать. И запишите предложение. «Сосновый лес был тих, только издалека слышались птичьи трели». У нас есть три минуточки буквально. Если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Вижу, обсуждаете арбуз. Арбуз, да, арбуз, как ни странно, это ягода. Манго. Затрудняюсь, к сожалению, я не биолог, да, который мог бы вам с большей уверенностью ответить. Яблокофрукт. Вопросы по нашей сегодняшней теме есть еще? Ну, тогда спасибо вам за внимание. Увидимся на следующей неделе. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok